Саша, закажи вот тот, который в прошлый раз, мне кажется. Клуб позитивного общения. Предполагается, что после общения с нами всем будет хорошо. А это нам кофе несут. А если мне уже хорошо, то как мне будет? А будет еще лучше. Спасибо. Конечно есть. Ясно. Понятно. Здравствуйте. Расскажите меня про свой клуб. Про клуб? Да. Что за клуб? Общение. А про наш вот этот? Да. Ну что, мы начинаем, да? Давайте уже начнем. Конечно. Ну тогда я говорю так, как председатель. И с этого момента мы запись начинаем вести. Только я включу тогда свою канал. Хорошо. А зачем вы все записываете? Для себя. Я не знаю, зачем я все записываю. Мне в принципе все равно. Все интересно. Зачем записывает Алексей, я вообще не понимаю. Для себя. Это еще как-то мне все-таки поле понятно. Нет, я думаю, что он как-то потом все это просматривает, анализирует, смотрит нити разговора, куда они уходят. Мы же начали дублировать, то есть ты стал записывать тоже, поэтому я свое не очень просматриваю. Я просматриваю все-таки твою запись. Вот, потому что там идут комментарии. Я говорю вступительное слово. Здравствуйте, дорогие участники клуба позитивного общения. Здравствуйте, часто. У нас сегодня восьмое. Ноября. Декабря. Декабря уже. Здравствуйте. entire smokes ビ you got there Новый год. Потом, может, мы вам эти елочки покажем. Вот. должен еще прийти человек а может даже два если они нас найдут здесь мы сегодня немножко изменили свое местоположение но находимся как бы там же где обычно просто тут много таких укромных местечек а вот о чем мы собирались поговорить сегодня мы выясним это свои может быть меня зовут александр ну и у меня уже опыт ведения клубов большой я приехал из 4 у меня там был клуб назывался клуб последняя пятница мы собирались ежемесячно по последним пятницам месяца и наш клуб просуществовал больше десяти лет вот не было ни одного пропуска как вы часто собирались но я стал один раз в месяц а в месяц в каждую последнюю пятницу но если бы мы один раз в месяц собирались мы бы в принципе раз в месяц тоже очень даже такая нормальная неплохая вот кроме того я выпускал вестник клуба последняя пятница такой вот печатный листок формата а4 с двух сторон мелким таким шрифтом зрение тогда было хорошее у меня сейчас я уже не прочитаю так без очков но это ладно и там в этом на вестнике было описано во первых последнее заседание наше почти протокольная запись как все говорили но то есть там кто был какие были темы разговора чтобы какие то были интересные моменты что обсуждали какие там были игры мы там разные игры играли теле интеллектуальные вот а остальной материал был о том что происходило какие то интересные истории с членами нашего клуба вот иногда эти истории были действительно такими веселыми но это вот о том сейчас вот когда мы здесь в анапе собираемся у нас немножечко а тут наш другой где-то философский потому что мы иногда обсуждаем какие-нибудь философские вопросы там смысла жизни или что такое хорошо вот целый год обсуждали мы что такое хорошо тему и что такое плохо и так и не пришли к выводу а потому что все это уходило вот в космос все наши разговоры потому что мы поздно начали записывать никак это не оформляли на бумаге и поэтому мы поговорили да и все и ничего не вынесли из каждого а были очень интересные были моменты обсуждения повороты нашего обсуждения люди были интересны приносили свежие мысли конечно все это было интересно и не прошло напрасно но вообще я лично за такой клуб свободного позитивного общения то есть на любые темы когда я сюда ехал я думал что наш клуб все таки он такой еще и психологически да какую-то такую наносит нагрузку вот именно психотерапии вот потому что реабилитационно ну да потому что и он работает и люди уходят удовлетворены в том случае если с другим создать какая-то проблема которая заботит кого-то из хотя бы одного человека из вот пришедших вот лучше если эта проблема заботит несколько человек вот и поэтому когда идет живое обсуждение этой темы какие-то идут советы вот то естественно этот человек получает или решение этой этой проблемы или получает какие-то какую-то информацию какие-то ключи к ее разрешению в дальнейшем а те люди которые ему оказывают помощь что ну всем известно что когда ты делаешь какое-то добро людям бескорыстно то и ты сам обогащаешься то есть тот человек который человеку что-то советует как-то проникает с его проблемой в плане эмпатии да то есть поэтому все уходят довольны и все это может быть кто-то не осознает но это конечно и поэтому я сегодня хотел бы тоже сначала спросить кто с чем пришел кто-то о чем бы хотел поговорить и обнаружили эту проблему и обещать ее обсуждать ирина я здесь случайно о чем может быть есть желание поговорить пока ни о чем но вы готовы поддержать тему которая вас заинтересует если она не будет интересно туда да но пока достаточно а чем вообще занимаетесь вот вы первый раз как бы интересы хобби так немножко о себе если можно ну я пою люблю бегать поете где-то ну как-то профессионально или это связано с работой для себя дома как-то с друзьями с друзьями ну это как мой интерес все замечательно света так значит ну я считаю что у меня как раз таки сейчас нет такой какой-то больной темы скажем да ну вот бывает такое что я прихожу сюда ну обычно я прихожу сюда то есть из-за него да чтобы встретиться с ним что я бегу то бегу значит да и мне мне конечно свой какой-то там интерес что-то обсудить и что-то узнать как утешиться скажем да вот так вот я хочу сказать что сейчас у нас все хорошо тем не менее я прошла вот вы понимаете да то есть нет проблемы а я прошла то есть это уже значит я прихожу не только это уже прогресс это уже прогресс да да ну само по себе общение является ценностью да без сомнения думаю за этим вот ну все да я наверное наверное прихожу за этим то есть что касается как бы для себя интересов для себя за с хорошим настроением за общением мы как-то говорили о встрече для того чтобы как бы вот встретиться с друзьями знакомыми вот ну и поговорить все таки о каких-то вопросах которые меня волнуют интересуют и я думаю что благодаря клубу собственно удалось даже понять что волнует меня я понял что меня волнуют какие-то вопросы которые другим не интересны ну или как-то может мы еще не доросли до этого но иногда когда вы их затрагиваете очень интересно не знаю например здоровый образ жизни например сейчас многим интересен почему да вы говорите что не интересен это до тех пор пока мы не начали об этом говорить почему ну посмотрим может быть просто вот приходят сюда такие люди которым это неинтересно но мы мы его уже тоже мусолим мусолим у нас даже есть там ролики интересные связанные там со здоровым питанием например а вот и я поискал там в интернете на эту тему посмотрел сайт и этого действительно очень много то есть людей это эти вопросы реально беспокоят но вот считается что это как бы очень простой вопрос и несмотря на то что этот вопрос действительно очень простой почему-то ну в этой сфере ничего не меняется или меняется очень медленно об этом говорят и на программе допустим время покажет например о том что пальмовое масло вредно даже на этой программе говорили на уровне принятия там законов в госдуме и до сих пор не приняли включаю я новости а время покажет как раз я включил я иногда ее смотрю и какой-то певец который поет эти как это называется песни но он песни поет он в стиле определенный то есть когда повторяю повторяю там фразы как-то рэп что рэп рэпник он придумал такую вещь он на машине начал ездить по городу может быть даже по москве какой-то известный рэпник и начал там свои рэпы и его посадили на пять суток а у него не пустые стихи там то есть они такие социально актуальные я его не слышал правда о чем но народ возмущался и сразу же дума собралась и начали обсуждать вопрос не принять ли нам закон о том чтобы вообще запретить рэп ну по крайней мере вот в такой форме интересно это они сделали очень оперативно оперативно очень быстро и очень здорово я вижу дума может работать оперативно а что касается пальмового масла года два назад по моему я слышал там о том что надо надо и они жуют эту жвачку жуют а в это время строятся заводы пальмовые которые вот как бы вот как бы вот так и обычно говорят а ты докажи что пальмовое масло вредно оно даже полезно вот но вообще не существует ядов существует только правильная или неправильная доза да а здесь ну я согласен с Ириной я тоже всегда говорю о мире ну а если оно растворяется только при температуре 60 градусов как же его есть так не ешьте так не ем я себе говорю я не ем и я всем говорю я вот с какого-то момента стараюсь вот я даже шоколад покупал я посмотрел есть там пальмовое масло или нет ну нету я не взял я взял если бы было я бы не взял его то есть или там иногда пишут растительное но это пальма вот то есть я как бы плавно перетек в свою тему вот эта тема мне интересна как бы вот и я вижу что в этой теме много проблем и вопросов на самом деле а мне хотелось бы видеть какой-то результат что мы не только не просто там собрались и поговорили но результат если на уровне даже передачи время покажет там прямой эфир а его нету просто люди говорят там все выносят на обсуждение а толку никакого то какой результат как бы я думаю мы можем здесь в каком-то там клубе вот который как бы ни на что не влияет можем иметь и я понял что прежде всего для себя вот то есть я как бы на других людей не могу повлиять а для себя я могу какие-то выводы делать как-то ну своим ближним там сказать может быть не стоит вот это кушать ну как-то так у нас кстати в анапе есть кафе века ну там они собираются там что-то связано вегетарианцы но я туда не хожу по так скажем по идеологическим соображениям потому что я православный христианин и ну как-то немножко с ними расходятся вот эти вот векторы а что если сделать в анапе кафе вот здорового питания ну другое дело как она бы себя попробуешь окупала потому что все это уже в вопросе экономики но если вот допустим было какое-то кафе и ты бы был его вдохновителем руководителем директором и привлекал бы людей вот именно и придешь в это кафе а там все здоровое питание все прекрасная идея столько блюд столько выпечки прекрасная идея и чаи представляешь это и пропаганда и человек пришел и поел и ничем не отравился только оздоровился было бы здорово конечно и там бы мы собирались конечно в твоем кафе под твоим председателем его не так просто сделать ну это не могилу идея замечательная но нужно найти ну как бы поставщиков ну там много вопросов здорового здоровой продукции аренда помещения то есть это как бы вот человек может быть это легче сделать на базе уже имеющихся каких-то кафе вот подарить эту идею какому-нибудь владельцу уже готовую ну это надо все просчитывать посмотреть как это в мире людей есть ли какие-то аналоги это очень сложная тема поэтому ну я думаю есть сейчас это будет все более более и более востребовано то есть как бы вот я бы с удовольствием туда ходил я бы только туда ходил что я точно буду знать что там здоровая пища что я могу взять там нормальный шоколад не просто кафе можно летом делать как столовую там какие-то кубанские борщи всякие там хулебяки и прочее и чем проще оно будет в стиле кантри тем лучше да 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 там какие-нибудь эти дубовые там столы табуретки вот как-то так ну конечно да да но чтоб там было все-таки чистенькое и все оно бы было востребовано сто процентов но не простой а какой простеньковый вот а я в последнее время ну как-то бездействую что ли вот я уже на протяжении года бездействую так я вообще человек деятельный то то в каких-то партиях движениях в организациях иногда даже в радикальных бывал вот и вовремя как говорится остановили вот а сейчас что значит поясни вовремя остановили ну я очень благодарен что у нас все-таки действуют законы и что люди работают именно так скажем профессионально то есть вот ну прокуратура полиция фсб отдел то есть вот если б не они у нас бы вообще в стране был хаос вот поэтому а они все-таки работают они влияют и на меня повлияли и я из ярого противника нынешнего режима стал его ярым сторонником да я раньше пропагандировал антиправительственные лозунги а сейчас я наоборот если кто там скажет что про наше правительство против Путина я готов драться правда вот поэтому вот так не ну вот смотри сейчас я почему говорю что я бездействую сейчас я присматриваюсь к движению к новому зародившемуся двуглавый орел вообще я по убеждениям монархист и хотел бы в этом направлении ну что то делать по крайней мере проводить какие то беседы пропагандировать среди своего окружения участвовать под флагом двуглавого орла в крестных ходах не ну для чего монархия то она для пропаганды этого движения а потом установление монархии да есть две формы а разве у нас сейчас не монархия сейчас ну мне не хватает внешних атрибутов атрибутов да все таки короны мантии на нашем царе а а чтобы ну это красиво во-первых я еще романтик то есть мне вот эти вот галстучки пиджачки как то ну все в одном и том же а вот когда в тронном зале путин будет принимать какого-то там принца саудовского говорят сталин примерял шапку мономаха но не решился даже он у нас и так сейчас много чего есть уже у нас есть вот возрожден же вот этот преображенский полк форма возвращена по крайней мере у президентского полка вот эта историческая там какого она века вот а не хватает первого лица который а ты думаешь мы доросли уже до монархии ну это это другой вопрос просто это другой вопрос ну я думаю до нее надо еще дорасти все таки мощная так скажем пропаганда и можно в течение нескольких лет а если как ты думаешь вот мы начали говорить тогда уже о политике немножко если этот вопрос будет поднят чтобы вы постановили вот как в англии да там же есть королева и есть президент правитель то есть светский по-моему очень классно и какие то вопросы можно допустим тебя там засудили президент а ты идешь идешь королю и подаешь человекную я за абсолютную монархию но как как бы конституционная то можно я думаю хотя бы в такой форме это возможно вполне даже это раз одна идея я думаю народ даже заменяю сразу тему и еще одна у меня идея я с недавнего времени ну вообще-то давно я вообще давай мы тебя чайкунем будешь нет я пока это буду пить я анти автомобилист вот я и и у меня у самого никогда не было автомобиля вот и и я противник вот этого засилья автомобилей в городах не только в Анапе но и вообще по всей России вот и я за то чтобы количество автомобилей сокращалось чтобы города становились не для автомобилистов а для людей для пешеходов для мамочек с колясками для инвалидов вот а автомобили надо вот и экономические и физические то есть ну физические я имею ввиду не давать им возможности создавать все условия чтобы содержать автомобиль было в России очень дорого знаешь чтобы ездить на нем по центру города было невыгодно так у нас так и есть пробки если ездят если есть пробки значит пока для них все хорошо а надо их в такие ситуации поставить чтобы им было а вот знаешь а я бы действительно не отказался если бы вместо автомобилей были эти кареты брички сел там на дирижанс Москва идет поэтому Москва уже начала сокращать как бы не расширять дороги а сокращать выделять больше полос для общественного транспорта каршеринг вот тогда на прошлом заседании говорили это слово упоминали то есть автопрокат внедряется больше становится потому что не надо брать какую-то со своей машины переться а потом ее ставить а взял машину поехал там удобнее это гораздо плюс велосипедизация то есть больше велосипедов больше велосипедных дорожек больше пешеходных зон больше скверов и меньше автопарковок а если автопарковки есть то чтобы они были очень дорогие сейчас в Москве кстати уже есть места где по 380 рублей и руки мне лозунг интересный пришел в голову велосипедизация всей страны плюс монархия здорово мне тоже это нравится вот и я нашел кстати в интернете есть такой блогер Илья Варламов который как раз тоже надо было дать слово ну надо было ну мы как раз увлеклись увлеклись новыми идеями это тушь уже давно выключена все а мы а мы распрямаемся опять про свое это питание что слушай ну сейчас только ленивый не пишет об этом питании не обмисоливает мы уже проговорили про монархию может моего чайку и сейчас я развиваю тему экологического транспорта не только да именно идея сокращения автомобилей в городах и чтобы города наши для пешеходов но в Анапе для отдыхающих для гостей города для туристов вот мне кажется тоже невозможно есть люди которые этим тоже занимаются у нас уже на общероссийском уровне блогеры вот советую присмотреться к нему очень мудрые мысли и это надо все пропагандировать пропагандировать я нашел листовку в интернете он сделал такую анти анти авто мобильную листовку вот я хочу ее распечатать и просто вот давать всем вот сейчас была бы она у меня я бы вам раздал вы бы эту уже идею стали бы как-то обдумывать задумываться плюс вот те кто паркуется неправильно в городе им под тоже поддворники вот подкладывать чтобы они читали они конечно будут раздражаться они будут топать ногами они будут может быть рвать на себе волосы и рвать эту бумажку но в следующий раз им еще подложить эту бумажку вот то есть я считаю что вот такая пропаганда что автомобилист он он в общем настроить против автомобилистов пешеходов а я считаю что есть у нас проблемы с мусором ну какие то другие более острые вопросы которые светло бы в первую очередь решить потому что отказать автомобиль он пока не готовы объективно а вот допустим решить проблему с мусором это просто невозможно какое количество у нас вот этого пластика постоянно изготавливается очень понимаю почему у нас допустим в советские годы этот вопрос был полностью решен когда у нас были молоко все остальное продавали в бутылках которые нужно было потом мыть задавать или же в бумажный помните были молоко треугольнички да 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 все это уже было да все это было обработано внедрено и как бы мы так живем и все было всем удобно и все что сейчас вообще происходит я не могу понять получается что мы ушли назад не вперед а назад тогда как Европа сейчас уже пришла вот к тому приходит к тому что у нас было да да только сейчас они приходят к этому много разу используют стеклянные посуды и так далее да а у нас мы наоборот как дикари просто начали вандализм какой-то да с этим пластиком ну наверное то что в городе вообще нет урн и некуда выкинуть мусор который у тебя имеется приходится в сумку его засовывать но это просто идиотизм какой-то да есть такой да и там допустим есть заведения магазины и кафе которые ставят рядом с собой урна да приходят представители администрации и говорят вы не имеете права на муниципальной земле поставить урну но это нормально при этом ну пусть ну а то что это везде все разбросано как бы это их в общем наверное не волнует я не знаю ну в общем я считаю что на сегодняшний день а как это сделать что сделать вот решить эту проблему это же решается там наверху нет ну во первых на законодательном уровне если мы говорим про пропаганду и о том те устрые вопросы которые следовало бы поднимать я думаю что это вот на сегодняшний день одна из самых острых вообще на законодательном уровне уже приняты решения о раздельном сборе мусора сейчас в нескольких городах там россии регионах может быть я не знаю уже устанавливаются контейнеры для разного вида мусоров по-моему даже вот в краснодарском крае уже какие-то города в эту пилотную программу вошли уже где-то раздельно идет разделение мусора вот ну может быть да она подойдет и против пластиковой тары ну как в смысле почему потому что это ну вредно для нашей окружающей то что у нас нет способов переработки этого всего и так далее все это в общем прямо просто валяется никак не я слышал что это вредно и для человека который из этой пластиковой тары это однозначно да но мне кажется все равно наибольшая проблема в том что этот мусор скапливается нет способов у нас переработки этого всего да и получается что ну просто катастроф ну это как прав да сейчас мне кажется какие-то строятся уже там предприятия разрабатываются технологии по утилизации этого пластика там его перерабатывают из бутылок делают веревки еще чего-то еще чего-то ну вот нам всем кажется никто не знает так ли это да просто я этим не интересовался но если поинтересоваться вот но этого явно недостаточно конечно этого явно недостаточно я всегда задумываюсь то есть можно конечно обсуждать многие проблемы и монархию и автомобилизацию и экологию для чего вообще человеку это нужно обсуждать ну обсуждать радовать за какую-то вот идею вместо того чтобы радоваться просто жизни и все ну вот он представим так вот индейцы жили в америке вот они жили радовались то есть охотились там за буйволами и все а их окружили французские легионеры например колонизаторы там какие-нибудь английские окружили а они они сидят у себя в племени и радуются а чтобы они радовались еще лучше им дали огненную воду и зеркала чтобы они смотрелись туда у нас народ сейчас смотрится в эти гаджеты смотрит огненная вода сколько угодно и в экран телевизора да кстати запустили 20 каналов люди смотрят телевизор они видят себя точно и поэтому они радуются радуются они находят себя таким каким им хотелось бы видеть в мечте точно вот у меня друг в москве он играет компьютерные игры внешне он такой невзрачный а в игре он просто супер герой вот и все с ним хотят дружить и все такое и он видит себя вот таким вот и а в это время уже обложили со всех сторон и ну так образно говоря конечно вот но я разговаривал с одним человеком недавно он интересуется всеми этими вопросами и он какие-то такие вещи интересные рассказал не знаю правда это или нет но вот он говорит сын жирика в думе вынесли как бы на рассмотрение закон о человеческом жире предношении да ладно серьезно вот какой цель таким богов в глазах будем простить это это происходит но незаконно за это могут посадить а тут вот пожалуйста есть статья теперь не посадить я ему говорю да не может быть вот у меня такая жиря но так это или не так я не знаю но он где-то это прочел может это фейк а может правда я уже как бы не знаю даже что думать всякое может быть настолько разные люди у нас в стране поэтому когда ты радуешь ратуешь что я за власть советов как бы теняжку свою там покажу очень много в этом плюса есть но какие-то слабые места надо тоже видеть то есть объективно смотреть что хорошо что плохо менять жизнь нашу к лучшему а для этого надо видеть недостатки об этом надо говорить ну как бы объективно смотреть я не против монархии кстати я думаю что это лучшая форма правления но мы до нее не доросли и знаешь сколько будет против есть две формы правления только монархия и республика коммунистический строй это республика и либеральный строй это республика но монархия может быть демократическая может быть деспотической точно так же и республика может быть демократической и деспотической вот поэтому дело в режиме а не в форме правления а вот какой у нас режим сейчас ну я не знаю вроде демократический но попробуй там добейся правды например мы просто уже видимо живя в России и зная опыт наших предков родителей там и дальше в глубину веков если углубляться вот мы привыкли к этому такой ну деспотии да так скажем вот и даже и порой не ощущаем но опять же вот почитав недавно Варламова блогера вот сегодня кстати в Париже должны снова начаться беспорядки в Италии сегодня в Италии сегодня уже там что они проходят у них по выходным причем выходит не только как-то вот радикально настроены радикально настроены они просто им все равно за что бороться в основном люди выходят там тоже за повышение цен там топлива что-то связанное там против против повышения цен ну и прочее прочее то есть выходят протестовать а радикалы уже там они присоединяются начинают там все крушить ломать и зачастую вот эти вот истинные протесты они и правительством слабо слышатся вот они видят только вот это вот пожары там вообще подханалиют все вот но у них отношение другое к протестам у них им истинная демократия и там как-то люди осознают себя вот именно гражданами на протесты а где истинная демократия во франции а в америке как ты думаешь я сейчас не беру я беру примеры последних этих событий а вот я сомневаюсь мне кажется что у нас сейчас больше демократии чем в европе это нет подожди у нас что-то сейчас выйти на протест во-первых надо когда иностранцы сюда приезжают жить надо согласовать они это отвечают любой митинг надо согласовать сколько будет человек где он пройдет какие будут лозунги вот если будет больше тебя там штрафуют на крупные суммы если ты маршрут изменишь тебя и штрафуют если лозунг будет какой-то другой тебя в экстремизме могут обвинять и посадить то есть мы очень зажато у нас даже сейчас у людей нет права на нормальный протест мы против допустим правительства выходим с лозунгами а по закону выходить на такие митинги нельзя и что делать но есть формы которые предлагаются для протеста в рамках этих форм пожалуйста протестуй против чего хочешь против Макрона против правительства против там ты здесь тоже можешь против Трампа протестовать это да это старый анекдот вот поэтому ну мы просто привыкли жить вот в такой вот в тисках таких государственных под надзором но я не знаю это плохо для экстремистов а для порядочно добропорядочного гражданина как бы это хорошо просто есть законы которые принимаются и как бы если ты не согласен с этим а такие наверное принимаются вот например что касается экологии там здорового питания мне кажется здесь нужны какие-то другие уже законы потому что люди болеют я где-то читал что по всему миру люди болеют онкологией например и провели анализ причина и как бы причин нету кроме одной что общее объединяет питание нездоровое питание ГМО там ну понимаешь у нас вот разделение проходит произошло и давай я тебе наливаю чай ну давай между основной массой народа которые вот все это едят видят все это в магазинах и те кто находится у власти которые этого не едят кто тебе сказал кто тебе сказал они едят то же самое это говорит стерликом кстати да миллиардер какой-нибудь в Москве он ест то же самое что и обычный гражданин хорошо серьезно хорошо нет серьезно но он идет в магазин и покупает те же самые продукты просто более дорогие и все такое конечно же нет однозначно нет люди в Москве более благосостоятельные да они совершенно другие продукты покупают ну о чем ты говоришь ну в смысле о чем я говорю они совершенно другие ну я знаю я сидел за столом с благосостоятельными людьми и не один раз что вы хотите сказать что они покупают вот эти вот молочные продукты которые у нас в магнитах копеечные которые там вообще а где они покупают они в супермаркетах также в этих крупных сетевых магазинах а нет там каких-то специальных ну нет конечно там же совершенно там во-первых в Москве как раз таки приходишь на рынок там есть все вот эти вот сыры которые действительно Франция и Италия только там ну и наши дагестанские например но однако они все равно себе это позволяют и покупают это совершенно другое качество сыра это не то что у нас в магните потому что у нас в магните производится вообще есть невозможно это же не сыр это же просто кошмар ну вообще в супермаркетах мне кажется купить особенно нечего а на рынке еще можно взять там домашний сыр и не за 3000 а дагестанский какой-нибудь там за 200-300 рублей вот просто который действительно настоящий сыр пель-кабардинский сыр то есть вот как бы вот кавказская кухня весьма хороша вот да и наша тоже есть там привозят там с Рязани там Ярославля я просто походил по рынкам посмотрел ну есть есть вот я недавно в газете прочитал результаты исследования молока нашего кубанского молока вот посмотрели на предмет его полезности и содержание там различных веществ и оказалось что тесты прошли только значит кореновская да кореновская коровка из кореновки и то только 3,2% жир то есть 2,5% не прошли да 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 вот а да а остальные все там нашли антибиотики и еще там что-то да ну что это вообще нельзя назвать молоко недавно недавно показали как делают молоко такие стоят у них контейнеры с порошком белым баба выливают туда в воду так журналисты каким-то образом туда проникли и это все засветили и в новостях даже показали но не в новостях а в какой-то из передач нет ну естественно нет такого количества молока которое у нас продается ну естественно нет коров да скота которая выдавалась поэтому относительно здорового питания Я всегда говорю, что всё-таки во многом зависит от нашего сознания. Нечистому всё нечисто, а чистому всё чисто. На что ты намекаешь? Что ты святой, что ли? Нет, просто нужно есть, и всё-таки, ну, это же и психология, и вот это всё. Пусть это даже вот эта вот теория внушения, самовнушения, которая была в советское время. Нет, но этот момент есть. Когда мы себя аутотренингом лечили, да, вот. И поэтому понятно, что если мы будем с тобой есть одну и ту же пищу, но ты будешь говорить, что это там пальмовое масло, это вредно, ты получишь гораздо больше урона для... Ну, да, есть такой момент. Если я, который скажет, это всё ерунда, у меня организм справляется. Есть такой момент, я не буду спорить, но... Некоторый контраргумент сейчас. Я слышал такое выражение, человек так устроен, что его, что он выдержит голод, жажду, причём длительное время, жару в пустыне. Его будут там бить. Он всё выдержит. А вот если его травить химией постоянно, он загнётся. Как крысу, знаешь, так потихаря. Поэтому это не так, мне кажется. Вот один раз, второй, третий. А люди-то болеют, и сейчас очень много детей болеет. Причём какие-то такие страшные взрослые болезни, как онкология. Раньше этого было... Но это исключение, чтобы маленький ребёнок там заболел онкологией. А я статистику не изучал. Этого было мало. А сейчас... Но там основная причина – это питание. Вторая, возможно, ещё что-то... Там прививки, например. То есть, экология там, наверное... А как ты думаешь, почему Лерина так резко ушла? А ты... Мы не дали ей слова сказать. Она хотела высказаться, я слышал, но мы увлеклись, к сожалению. А может, ей не понравилась вот эта тема антиавтомобильная? Нет. Может, она заявляет? Ей другая тема не понравилась. Что ты начал о политике говорить. А зачем? А, что я сказал, что я ярый этот... Монархист. Монархист, не, я же сказал, что я ещё... Атолюбист. Защищаю и любого за Путина порву. Ну, ты не то, что так сказал, но... Не, не поэтому. Почему? Это твоё мнение, твоя позиция, как бы... Ну, и пусть, как бы, я не думаю, что это... Просто ей это неинтересно. Ей интересно было поговорить, например, про здоровый образ жизни, про питание. Вот она сказала, что ей интересно, но мы ушли как-то так резко. Это моё упущение, потому что, как бы, я должен вообще контролировать ход беседы. А ты меня всё время сбиваешь. Даже там, вот, кто-то написал был в этом самом... Саша, не сбивай его, дай человеку высказаться. Нет, это хорошо. А некоторые, наоборот, поддерживают, вот, что мы с тобой порой дискутируем и на разных позициях стоим. Не, ну, да, ну, всем не угодишь, вот, всем не угодишь, но... Так, ну ладно, это... Мы отвлекать меня, это организационные моменты, это важно нам рефлексировать, вообще, что происходит. Ну да, где мы. Да, где мы. Потому что сейчас и света убежит, я так подозреваю. Да, я чувствую, что у меня время. Но она хитрая, она сказала, ей неудобно вот так, она сказала заранее, у меня время. И никаких претензий к ней теперь. Правда, нужно, да. Ну, я, значит, это как-то не с вами. Во-первых, меня отвлекают без конца звонками, во-вторых, я вообще не могу, ну, почему-то настроиться на беседу. Да, ну, потому что у нас ее фактически почти нет, потому что... О здоровом питании тебе неинтересно говорить, это просто для тебя. А о чем бы ты хотела поговорить? О мусоре. Нет, поговорить обо всем просто не о проблемах. Ну, о мусоре, да нет, много всего интересного. Ну, просто вот со здоровым питанием я вчера была в гостях. Да, вот, это, значит, девушка, ну, молодые ребята, у нас все очень приятные. Вот, и девушка, ну, вот, всю встречу, скажем, да, она постоянно возвращалась к тому, что... А я вот слежу за тем, что я кушаю, а я вот ем там, допустим, вот это. А вот здесь вот соус, вот, я его сделаю без майонеза. То есть вот весь вечер... Это очень правильно. Нет, стоп. Но дело в том, что я, допустим, к этому пришла лет, наверное, ну, 7 тому назад, да. И для меня это уже неинтересно. Ну, вообще, в принципе, да, вот она это говорит, а для меня это настолько норма. И неактуально. И неактуально. Там не используют там майонезу. То есть у меня даже это не всплывает вообще вопрос. А может ли быть иначе, да, для меня это уже давно, он решен, лет 5-7. То есть ты это автоматически уже как-то делаешь все эти... Да, я вообще не понимаю, как это вообще... Ну, можно еще там, ну, сомневаться или это вообще озвучивать, да. Ну, ты понимаешь, почему она это делает? Да, ну, я понимаю, что сейчас настолько много людей на этом зацелено, и они постоянно вот это муссируют, муссируют, акцентируют, да. Да ты прими для себя решение, исследуй этому, да, зачем. Ну, не знаю, к этому, не знаю, мне кажется, это уже... Каждый сознательный, умыслящий человек уже должен был для себя принять это решение, ну, несколько лет тому назад, и так жить. А вот эти все из пустого порожня, да, а стоит или не стоит, да, давно стоит, и давно закрыть тему эту надо. То есть это должно быть настолько естественно для каждого человека, да, ну... А куда девать эти продукты, я вот за что переживаю? Это же тонны, сотни тонн, миллионы тонн... Ну, спрос рождает предложение, да. Продуктов, которые нельзя есть. Если бы люди это не покупали, естественно, это бы не производилось и не продавалось. А другого нечего купить. И не предлагали бы, да, всегда есть, вот как вы говорите, всегда есть. Пойдешь на рынок, и ты найдешь себе этот натуральный сыр, да, вот. Однозначно, что те люди, которые их это интересуют, они находят те продукты, которые заменяют это все, да, вот. Спокойно можно, даже то же самое мясо не есть, да, вот. Мы все, ну, многие почти все постятся, да, и мы знаем на созданном примере, что если ты не ешь мясо там, эти свои положения, ты не умираешь. Куча продуктов, которыми можно заменить, ну, да, и чувствовать нас, освещение, и мало того чувствовать удовольствие от той пищи, которую ты употребляешь. То же самое со всем остальным. Ты можешь запросто заменить все вот эти вредные продукты, нормальным качественным продуктом, и ты будешь испытывать и гармонию с самим собой, и моральное, и физическое удовлетворение. Чувствовать себя хорошо будешь. Однозначно, да, и это вообще не проблема, я не понимаю, зачем ее эмуссировать так долго, и тем более встречу-встречу, нет? Ну, хватит уже. Вот, для меня это выглядит, как вот показуха вот этой девочки, которая только еще пытается, вот она себя убеждает, и нас всех убеждает, да, и вот у нее вот эти потуги какие-то, да, и ааа, ну зачем это? Ну, люди все разные, и все доходят до каких-то истин, ну, если они считают таковыми заистинные, да, какие-то вот представления, в разное время. Ты раньше до этого дошла, девочка позже, кто-то еще вообще только, вообще только нащупывает где-то. Вот, поэтому так оно есть и будет, наверное, и просто к этому надо относиться спокойно, Я думаю, что далеко не все это даже понимают. То есть люди пожилые, они вообще этого плохо понимают, вот, и они там покупают для своей внученьки какую-нибудь бяку. Ну да, конечно, подешевле. А дети тоже это, дети это тоже не понимают. На переменке со школы они бегут в ларечек там поблизости и берут какой-то напиток сладкий с е-консервантами и глюконатом. Ну опять это все зависит от родителей. И все смотрят, ну так, когда к нам кто-то в гости приходит, как... Это из натуральных продуктов? Конечно, да. То есть без мяса, без всего, вот чисто овощные, крем-супы я делаю на разные комбинации там, да. Ну вот, и у меня ребенок, для него это настолько нормально, и он, если там несколько дней у нас нет супа, он говорит, я уже хочу суп, да. Тогда, как для других детей, это съесть просто будет невыносимо, да. Ну то есть смотря, как ты ребенка приучишь, да, воспитаешь. И точно так же, если моему ребенку суют конфеты, он говорит, моя мама, мне не разрешают. И он идет и спрашивает у меня, а можно ли мне это съесть, да. То же самое касается там со всякой газировкой и всякой ерундой, да. Но если ты объясняешь это ребенку, может быть ему и хочется, но он все равно понимает, маме же говоришь, что мне это вредно там и все прочее. А сколько ему лет счастливы? Пять. А, пять уже? Как летит время. Да. Ну, в общем, это все... Ну, пять лет он, уважаю, понимает. А в два точно он не понимает, но в три уже может начать понимать, конечно. Да. Ну, в итоге мы опять скатились на вашу еду. Ну, как раз не мою, а чужую. Ну, да. Так, давайте еще время отследим. Да, нет, мы будем отследить. Если честно, мне вот правда надо, я договорилась, что я в два часа буду дома. Я прям обещала. На пассажок? На пассажок? Да. Убегаешь? Да. Тогда, перед тем, как скажешь несколько слов о сегодняшней встрече, что ты ела сегодня на завтрак? Так, расскажи. Так, секундочку. Просто так. Я вспоминаю. И мы все об этом поговорим. Овощной салат я ела с гречкой и все. Пила. Пила, ну, чай. Чай. Да. Название чая помнишь какое? Ой, я тут провела эксперимент. Я ездила, покупала в козахский продукт, ну, продукт из Казахстана. Да, есть у нас в Казахстане. Покупала тесто для бешбармака, потому что меня сегодня в гостей пригласила, я хотела приготовить бешбармак. Вот, и там, значит, я спросила, не могли бы они мне какой-нибудь чай порекомендовать, потому что там действительно продукты вот в этом магазине интересные. Вот, она мне порекомендовала чай, не знаю, какое название, вот, и вот сегодня попробовала, вполне себе достойный. Вот, но вообще я чаи не очень-то стараюсь не пить, в основном, конечно, я пью, ну, там, что-то с травами, там, и в основном я вообще пью на имбире с лимоном, калина, и вот это все вместе, и все. Ну, туда мандарин, ну, что есть вот так вот, да? Вот поэтому ты так классно выглядишь. Да? Да. Ну, да, кожа, там, цвет, это зависит, это чистит же все, травы, вот это все. Ну, вот, ну, спасибо, да. А еще мне вчера сказали, что мне никогда в жизни не дать 35 лет. Вот. А тебе что, уже 35, что ли? Нет, да. Я бы тебе 25, не знал. Так, ну, что мы, да? Ну, еще, да, шеринг сейчас. Ты можешь еще 5 минут задержаться? Шеринг по кругу, что мы ели. Ну, хорошо, хорошо, товарищ Саша. Ну, я сегодня на завтрак ел пшеничную кашу на воде приготовленную, очень хорошо разваренную, она такая крупная становится, когда ее хорошо разваришь. А вот с финиками в прикуску. Ну, и чай. Чай завариваю, аллакозей. Берем его на рынке, в определенном месте. А из сладостей что? Из сладостей? Ну, финики. Сахар? Нет? Нет, сегодня. Сегодня ничего. А ты сахар? Нет, сахар нет. Ну, что-то сладкое было, я не помню. Ну, вот, в основном, я вот фейхуа, допустим, делаю себе варенье. Ну, вот, в основном, я ел сегодня, я с утра, собственно, мало е, пью чай с медом и хлебом на закваске, собственного приготовления. Вот, так вот. Так что, а чай на травах, там около десяти разных трав, то есть там хороший наборчик. Ну, все, теперь мы говорим о нашей встрече, да? Да. Ну, давай, сначала Света, потом я и ты закончишь. Небольшой шерид. Ну, что, я сейчас вас опять. Ну, что, ну, я, во-первых, половину встречи не присутствовала, в этот раз. Во-вторых, то, что мы обсуждали, опять было не собрано, не, 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 ну, как-то, ну, не было единый концерт. Мы не могли, опять вот, мы не могли ничего обсудить. Опять какие-то переброски фраз, перескок с темы на темы. Ну, в общем, не могу сказать, что беседа удалась. Вернее, даже, так скажем, в предыдущий раз она более удалась, чем в этот раз. Но, может быть, это мое настроение. Потому что я вот, я шла на встречу, да, ну, возможно, да. Я шла, мне хотелось как бы встретиться, но почему-то я не смогла влиться, вот, в беседу. И вообще не смогла поймать вашу мысль, чтобы ее поддержать. Я не захотела, ну, в общем, непонятно. Но для меня не столь продуктивно. Александр? Я считаю, что встреча удалась. Во-первых, потому что мы здесь собрались, и даже присутствовал новый человек. Вот, это всегда очень так, ну, заставляет как-то немножко по-другому себя вести, потому что нужно, да, и как-то себя представить, свои интересы, вот, и о человеке узнать. Поэтому тут вот немножко тоже момент такой отвлечения. Вот, но в целом мы поговорили, и несколько даже проблем так вот обозначили. Я высказал все, что хотел высказать, поэтому я, в общем-то, удовлетворен до сегодняшней встречи. А мне наоборот все время касалось, что я говорю о том, о чем я не хочу говорить. Вы меня вынуждаете, ну, как бы обсуждаете тему, которая мне не интересна. Вот это вот была вся встреча. Ну, вот, свои плюсы и в этой встрече тоже были. То есть на той были свои, но я просто, если сравнивать, вижу, что ты сегодня в лучшем состоянии, чем на прошлой, ты нервничал почему-то. Вот, вот такое какое-то состояние было, такое напряженное, мне показалось. А сегодня ты доволен. Вот когда ты жизнью доволен, все, чувствуешь хорошо, и встречи получаются. Поэтому в плане комфорта какого-то душевного, вот, на сегодняшней встрече я чувствую себя лучше, чем на прошлой. Хотя по содержанию прошлое было для меня более интересной, конечно. По поводу того, о чем мы говорили, ну, может быть, там 15% мы поговорили о том, о чем мне хотелось бы поговорить. Как-то дело в том, что я так понял, что не должно быть никаких ожиданий, когда мы сюда приходим. А у меня они были. Во-первых, было ожидание, что придет Виктор, наш американец. Он сказал, что он придет, и он не пришел, не позвонил, не предупредил, и уже это сбило. Появление нового человека, оно как бы такое, и такое же неожиданное, как и уход его, вот, тоже это сбило как-то. Вот, то есть у нас были какие-то объективные такие моменты, которые не позволили нам более глубоко погрузиться в обсуждение каких-то тем. Но, я думаю, причина этого как бы у нас самих все-таки. Это просто внешние какие-то, но вот, может быть, как бы камера напрягает или что-то еще, вот, что трудно. Бывает высказаться, вот, как бы более точно, там, объективно, может быть, не знаю, что влияет, пока надо будет просмотреть внимательно и проанализировать. Вот, ну, и я думаю, сейчас Светлана уйдет, а мы с тобой такой небольшой анализ проведем все-таки. Не, я все-таки хотел закончить, потому что я прошу подписаться на мой канал, смотреть предыдущие наши выпуски общения в Анапе. Спасибо, что вы были с нами, всего доброго, до свидания. До свидания. Все, пока. Все нужно говорить. А, нужно, обязательно нужно. Да ладно. Так, смотрите. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...